добрый день сегодня поговорим о фундаментах и естественно каждая конструкция в дан в современном мире служит не только утилитарным своим свойствам это переносить нагрузку с дома на грунт многие конструкции вносит еще и вторичные функции и естественно любое решение конструкционное плюс по отоплению инженерное оно должно быть в контексте например под газифицированный дом изначально запланированы нужно один тип стяжки и по и соответственно обустройство фундамента под электроотопление другой нельзя взять и бездумно сделать какой-то принципиальный момент у дома и потом пытаться его подстроить конечно же ничего не получится в обязательном порядке на электричестве должен устанавливать тепловой насос это устройство по сути кондиционер только наоборот он на улицу отдает холод еще больше холод чем ниже температуры чем есть зимой он туда отдает в бесконечный объем окружающей среды небольшой объем дома за счет этого получается порядка трех раз экономия электричества это не магия никакая просто финляндия немножко мягче климат да там холодно но среднесуточная температура чуть холоднее чем питере а значит что существенно ниже чем центральной части россии в районе 0 плюс 5 минус 5 градусов тепло насос вполне себе показывает хороший кпд в низких температурах он конечно же вообще бесполезен формата воздух вода то есть воздух обмен воздуха на улице и трубки воды уже форм выглядит как примерно обычный котел уже нагревают теплоноситель в доме так вот немножко отошли в сторону но вот поймем да что тепло насос не может нагревать воду существенно значит что мы имеем низкотемпературное отопление а низкотемпературное отопление возможно только или обустройством огромного количества радиаторов или второй вариант теплые полы но естественно у них нет ночного и дневного тарифа но и или я может не осведомлен но это бессмысленность теплым насосом существенного смысла в этом нет и комфорта то есть конечно при отоплении ночным тарифом мы имеем избыточную инерцию резко мы не можем поднять температуру и не можем опустить ее но мы можем пустить просто открыв окно но нагреть уже как быстро дом так вот у них 100 миллиметров стяжки льется на уже утеплю утеплитель 200 миллиметров а сам фундамент и 100 представляет из себя у них ленту обычную и с плитами перекрытия или полами по грунту ничего вообще сложного плиты перекрытия эти 200 миллиметров утепления и стяжка по ним все банально просто отлично отапливается никто не жалуется да это не супер комфортно то есть это не так как и совмещена с радиаторной сетью но вы деваться некуда и на надо же какую-то целесообразность иметь как быть в контексте среды в нашем случае не имеем возможности отапливать тепло насоса надо иметь ввиду что его стоимость у нас от 500 тысяч да у нас газ стоит подключить столько же понимаете к чему я то есть не нелогично делать тепло насос это дорого его изначально базово ставить когда у тебя дом стоит как финляндии от 200 тысяч долларов то у нас это в два раза меньше в нашем случае имея ночной тариф мы банально можем уложить теплые полы между ряде между рядов арматуры в плите что даст нам до 20 метров как минимум аккумулируемого тепла в этой самой плите трудоемкости намного меньше чем формирование опалубки то есть там формируется сразу не съемная палку из утеплителя просто изящно чисто это масса на дом 10-15 выходит порядка 30 кубов бетона как же сделать такую плиту не слишком толстый чтобы ее невозможно было вообще прогреть нормально и прочный способ простой мы делаем ребра каждые два с половиной три метра делаем усиление плюс 10 сантиметров с усиленным армированием то есть получается такая вафля это называется плита ребрами вниз ребростая плита монолитная где в ребрах арматура укладывается шагом 100 миллиметров 12 это эквивалент 16 арматуре шагом 200 вообще говоря серьезное армирование верхней части при этом арматуру 200 миллиметров шагом и того мы получаем я вот на картинке выведу ребро 300 миллиметров а плитная часть действий надежный фундамент жесткий возможно вы слышали о фундаменте у шп отличный фундамент но но для определенного вид домов а именно каркасных нормативов у нас никаких нет по высотам для каркасников которым в обязательном порядке по закону нужно придерживаться но у нас вообще нет законодательных норматив в котором не в обязательном порядке придерживаться чтобы сдать дом у шп годится только для жесткости не достаточно маленькая поэтому он годится только для именно в привычном понимании да уж по он годится только для каркасных домов по сути этой лента низкого мало заглубленная и полы по грунту с сеткой с тоненькой любое решение должно быть в контексте нужно думать экономической составляющей эксплуатации дома помимо планировки поймем меблировки нужно думать изначальные при проектировании еще и уже инженерных коммуникациях в общем все всем спасибо до свидания